Ну и не только это, подробнее поговорим с Рифатом Чубаровым, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. С нами на прямой связи Рифат Абдурахманович. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы начинаем обсуждать инициативу. Данилов, секретарь СНБО, рассказал о 12 пунктах по деоккупации. Скажите, пожалуйста, вы уже успели ознакомиться с этими пунктами? Как их можете прокомментировать? Все ли из них действительно заслуживают внимания и должны быть реализованы? Ну, как известно, сейчас готовится предложение по внесению изменений в стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Такая стратегия была принята Советом Национальной Безопасности и Обороны Украины и введена в действие указом президента Украины в марте 2021 года. Разумеется, с того времени очень многое изменилось, хотя прошло всего два года, но какие два года? И теперь в эту стратегию готовятся изменения, они будут рассматриваться снова Советом по Национальной Безопасности и Обороны Украины. И мы все участники этого процесса дали свои предложения. Меджилист Крымско-Татарского народа тоже направил, в общем-то, с нашей точки зрения, очень существенные поправки в эту стратегию. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Алексей Данилов, он в такой интересной манере, в общем-то, как мне представляется, озвучил ряд подходов, которые обязательно будут сформулированы, собственно, самим Советом по Национальной Безопасности и Обороны Украины. Ну, в общем-то, эти 12 пунктов, они все очень интересные, но с некоторыми, некоторым люди аплодируют, мы просто имели возможность обменяться мнениями с теми, кто находится в оккупированном Крыму. Под некоторым люди высказывают более четкие позиции, чем, скажем, высказал Алексей Данилов. Ну вот, а можем вас спросить, например, пункт девятый, детоксикация, он называется, то есть это нейтрализация последствий многолетнего воздействия российской пропаганды на умы крымчан. Вот объясните, что это означает? Ну, очевидно, отключение российских каналов. Да, я же сказал, что некоторые пункты, в общем-то, людьми, ну, немножко уточняются. Вот этот пункт как раз относится к таким. Люди и специалисты, в первую очередь, используют другой термин – деколонизация. Деколонизация, куда входит все. Все то, что связано с периодом Российской империи, потом Советского Союза и теперь Российской Федерации. Но я понимаю, что господин Данилов хотел вложить вот в этот термин детоксикация, ну, как бы убрать вот эту степень отравления, которая охватила часть людей, он и прямо говорит, часть населения Крыма за эти девять лет. Но все-таки вот этой детоксикации очень многие, а это сотни и сотни тысяч людей, они не поддались этой детоксикации. Эти люди жаждут деколонизации. Мы бы хотели бы вот этот термин больше, чтобы он вошел в обиход, в том числе и в документы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Пункт номер пять. Пропагандисты, журналисты, медийщики и разного рода эксперты, которые способствовали оккупации, милитаризации, детского воспитания и разжиганию войны против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей. Группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Как вы этот пункт прокомментируете, насколько он необходим? Но, к сожалению, он необходим. Я понимаю, здесь очерчен круг ваших коллег-журналистов, но здесь надо сказать о том, что в Крыму период оккупации журналистов как таковых не осталось. И все те, кто работает в СМИ, созданных оккупационной властью или опекаемых оккупационной администрацией, они действительно превратились в пропагандистов. Есть отдельная категория журналистов, мы к ним относимся с особым пиететом. Это гражданские журналисты, те люди, которые не боятся описывать то, что происходит в Крыму, не будучи профессиональными журналистами. Таких людей кидают в тюрьмы, они получают очень большие сроки. Но, тем не менее, здесь все надо будет рассматривать через призму, совершил человек преступление или не совершил. Само по себе публичное человека, но изъявление своих мыслей, позиции не является преступлением. Другое дело, если он работал в средствах массовой информации, финансировавшихся или опекавшихся оккупационной администрацией и призванной укреплять систему оккупации. Это уже, конечно, это пропагандистская работа. Ну да, безусловно, очень важно это в эфирах проговаривать, что речь не идет о какой-то, знаете, полной зачистке всех, кто был связан с Крымом эти годы. Потому что пропагандисты именно этим и угрожают сейчас, да, всем в случае освобождения украинских территорий. То есть конкретно за каждое преступление будет отдельный кейс и будет рассматриваться его уровень ответственности. Рифат, расскажите, пожалуйста, про так называемый Крымский мост, Керченский мост. Вот речь идет в пункте 8 о том, что переход в городе Керчь, автономной республики Крым, демонтируется. Это транспортный переход. Я так понимаю, что это речь идет как раз об этом мосту, который на данный момент Крым соединяет с сухопутной частью Российской Федерации. А расскажите, пожалуйста, вот как это, давайте так, важность вот этого события, понятно, как это будет происходить, это технический вопрос. Зачем это нужно, в первую очередь? Ну, смотрите, мы еще не знаем, какое государственное образование будет сохраняться на территории Российской Федерации, в ее нынешних границах, но каким бы оно ни было, очевидно, что длительное время не будет тесных взаимоотношений, ни экономических, ни в иных сферах. Это первое. Второе. Сам по себе мост, он не носил никакой экономической иной необходимости, исключительно предназначался и используется сегодня как часть военной инфраструктуры, с помощью которой Россия удерживает Крымский полуостров по своим контролям. Никто еще не изучал, не изучил до конца последствия строительства этого моста для экологии, для состояния Азовского Черного морей, какие последствия для рыбных запасов этих больших водоемов, как Черное Азовское море. И с нашей точки зрения демонтаж этого моста, он абсолютно оправдан. Если когда-то будет необходимость особых коммуникаций между территорией независимой, суверенной Украины и теми территориями, которые лежат восточнее границ Украины, у нас достаточно много сухопутных границ, и поэтому мы одобряем такой подход. Главное, чтобы он был закреплен в новой редакции стратегии под оккупацией Крыма. Ну и что касается еще одного пункта, обозначен он седьмым, сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, признаются ничтожными. Вроде и правильно, с одной стороны. А с другой стороны, нет ли здесь угрозы того, что на полуострове начнется очередной передел, потому что мы понимаем, что за 9 лет оккупации переоформили, наверное, почти все, если не все? Ну, смотрите, у нас есть законодательство, которое регулирует правовые вопросы на оккупированных территориях, и действительно, в соответствии с этим законодательством, все сделки и другие акты юридического характера, совершенные не в соответствии с действующим законодательством Украины, они не признаются государством. И это очень важно зафиксировать, потому что это вопрос суверенитета украинского государства над теми территориями, которые оно временно не контролирует, в частности, Крымом. А с другой стороны, очевидно, что здесь господин Данилов прежде всего имел в виду те сделки и правовые акты, которые непосредственно касаются граждан России или других лиц, которые незаконно находятся или находились, и осуществляли эти сделки на территории Украины. Этот пункт требует... Ну, такая позиция, высказанная вот в таком виде, она требует определенной детализации, и, я бы сказал бы, проработки такой глубокой. Вы абсолютно правы. Дело в том, что 9 лет оккупации, жизнь, она не останавливается по взмаху палочки или по чьему-то хотению. И в этой жизни происходит очень много событий, и немало ситуаций, когда два законопослушных гражданина Украины, два или больше, я привожу просто конкретно, моделирую ситуацию, которые могут между собой достигать каких-то соглашений материальных, имущественных, но у них нет других инструментариев, кроме тех, которые действуют на оккупированной территории Крыма. Ну, скажем, один второму продал дом, и они сошлись на этом, и вступили в собственные права. И вдруг, если просто признать вот такое действие двух добропорядочных граждан Украины юридически никчемными, и про условие, что одному из этой стороны, ну, скажем, захочется возвратить свое имущество, создастся коллизия. Это я привел такой очень еще упрощенный подход. Поэтому здесь необходимо будет все это детализировать на предмет того, что все те, кто незаконно находился на территории Крыма и осуществлял незаконные сделки, для них все должно быть никчемно. А другие ситуации должны быть, ну, далее детализированы законодательством Украины. Ну, и хочется такой акцент в конце поставить, что россияне, кажется, понимают, что это был у них прошлый сезон последний в этом, возможностью отдохнуть в Крыму, потому что на 50% упало количество путевок. Вот смотрю сайт местного туроператора. И при этом в Сочи до 40 тысяч рублей повышается стоимость билетов. То есть теперь россияне будут отдыхать только там. И завершая тему юга, хочу сказать, что вот Алексея Навального команда показала, как Путин Панцирь-С1 установку ПВО поставил как раз возле своей виллы в Красной Поляне Сочи. То есть с югом у россиян есть определенные проблемы. Ну, вот мы объяснили, собственно, как мы их будем решать. Спасибо огромное. Если вы позволите, я все-таки очень ожидал этого вопроса буквально коротко. А, давайте. Севастополь, объект 6. Люди категорически не согласны. Люди просят о том, чтобы Севастополь был немедленно переименован в Ахьяр. Это историческое название того поселения, возле которого и на котором после завоевания Крыма Российской империей, в общем-то, развивался город, получивший название Севастополь. Более того, ведь это название Ахьяр, оно было Севастополю присвоено в 1797 году императором Павлом. То есть русские императоры сами между собой, в общем-то, не до конца были уверены, что они правильно называют это место Ахьяр Севастополем. Поэтому люди говорят, не надо ожидать никаких объектов 6. Севастополь-Ахьяр. Ахьяр не может быть городом русской славы. Ахьяр это крымско-татарский город в украинском Крыму. Спасибо за то, что рассказали, такие исторические детали, тоже, я уверен, не все их знали. 12 шагов от Совета национальной безопасности и обороны. Обсудили мы их, они нуждаются еще в проработке, почему мы услышали. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой связи с телеканалом Freedom.